Привет, друзья! С вами компания Сфера Кар, меня зовут Никита, и мы продолжаем сериал по автомобилям, которые выбирают наши клиенты каждый день. И сегодня у нас ответ легендарной Toyota Prius в 20-м кузове от концерна Honda. Insight второго поколения. В этом видео мы поговорим о таком сегменте, как лифтбеки. Лифтбеки гибридные и вообще о сегменте в целом. Разберемся, почему люди до сих пор возят такие машины, хотя вроде года уже и не свежие, и чем вообще популярен этот кузов. Honda Insight впервые появился на рынке Японии в 99-м году. Выпускался по 2006 год. Выглядел он как трехдверое купе. У него был мотор объемом всего 1 литр и мощностью 70 лошадиных сил. Эта машина была второй гибридной вообще в Японии после первого Prius в 10-м кузове. У него была та же самая 10 кВт установка гибридная. У него была механическая коробка передач, пятиступенчатая, либо вариатор, который появился чуть позже. В 2006 году японцы прекратили выпускать этот кузов, поскольку он был, ну, мягко говоря, немножко несуразным. Да, он выглядел странно, но он был максимально облегченный, то есть у него не было третьего ряда сидений. То есть это была машина, которая направлена прямиком на экономию. И в 2009 году появился Insight, к которому мы привыкли максимально. Это ZE2 кузов. Позже пошел рестайлинг и появилась еще одна версия ZE3 с объемом двигателя 1,5 литра. Друзья, к дизайну уже все привыкли. Я думаю, нет нужды углубляться куда-то в дизайн по фарам. Поэтому машина выглядит стильно до сих пор. Уже много лет она на рынке. Наверное, лет 10 назад появился первый Insight, а то, наверное, и больше, может, 12. Выглядит актуально. В рестайлинге у нас меняются чуть-чуть туманки, но основные черты остаются те же. Напоминаем, что концепция кузова здесь очень классная, то есть это лифтбэк. Машина, прежде всего, максимально удобна при небольших размерах. Супер опциональный салон, очень большой багажник. Ну и дизайн остается всегда в тренде, всегда в топе. Очень много людей выбирают эти машины в нашем городе. Не знаю, как у вас, кстати, будет интересно послушать в комментариях, много ли народу ездить на Insight в ваших регионах, но у нас машина до сих пор в топе. На точно такой же базе появились у нас фиты. Первые гибридные фиты, которые в кузове G-P1. Также Honda CR-Z и Fit Shuttle первого поколения. Здесь у нас привычный уже мотор. Мотор называется LDA, мощностью 88 лошадиных сил. Комплектуется гибридной установкой 10 кВт, которая работает по принципу EMA, то есть Integrated Motor Assist, помогает двигателю. То есть это не полноценный гибрид, как в Prius или в Toyota версиях. Скорее работает как старт-стоп, но тем не менее 10 кВт подталкивают машину, придают крутящего моменту. Очень сильно сказывается на экономии топлива. Ну и опять же, основной из плюсов гибридов, которые используются в холодных регионах, то есть машина заводится в любой мороз без вопросов, потому что стартера здесь отсутствует. На запуск у нас идет только электромотор. После рестайлинга в 2011 году к общей комплектации технической 1,3 литра 10 кВт прибавилась еще одна версия с мотором LEA 1,5 литра. Называется она Exclusive, ну и машина получила 111 лошадиных сил. Та же самая гибридная установка. Едет пошустрее, расход у нее, наверное, чуть-чуть побольше, но спрос на такие машины не очень велик, не так, как на 1,3 базовой комплектации инсайдов, потому что во многом это сказывается, опять же, дороговизной пошлины, то есть при ввозе эти автомобили, конечно, оценивается намного дороже. Но о ценах поговорим чуть позже. Клиренс у этого автомобиля не очень большой, всего 125 мм, но за счет того, что база у нас, в принципе, короткая, по городу более чем хватает. При желании, если вы любите ездить на такой машине на дачу, все-таки лифтбэк у нас очень удобный багажник, до этого дойдем, можно приподнять пару сантиметров на проставках. Что по салону? Тут у нас все привычно, в принципе, обычный хондовский салон, здесь проще перечислить, что лично мне нравится, что я для себя подчеркнул из удобства в этом автомобиле. Во-первых, очень прикольно складываются вот здесь решетки, то есть их полностью можно закрыть, да, форсунки у нас на печку. Оп, закрыл, никакая пыль не летит, ничего не дует, то есть только в хондах такие штуки, но я встречал. Ну и в реношках, конечно, не у них сейчас. По управлению печки вот такая удобная крутилка, она одна, здесь все интуитивно понятно, тише, громче, режим переключает. Есть, кстати говоря, подогрев зеркал, при том, что это у нас не топовая комплектация, Honda об этом подумала. Очень сильно мне понравился размер зеркал, при том, что машина у нас мелкогабаритная, можно сказать, небольшая, но зеркала реально как у джипа. То есть сидишь, видно абсолютно весь борт, хотя, блин, ну он не маленький здесь, по высоте я имею в виду. Очень классно, очень удобно. Ну и здесь все просто. Так же, как и в обычных хондах, здесь очень много бардачков, подстаканничков, подстаканники во всех дверях, сиденье у нас тряпка, не велюр. Машина у нас осащена мультирулем полным, то есть здесь можно выбирать режимы, всю информацию о поездке, о работе двигателя. Управление магнитолой, управление телефоном, в Японии он работает. На некоторых версиях у нас есть лепестки, здесь нету подрулевые, можно получать удовольствие, да, от ручного переключения передачами. Трансмиссия у нас, вариатор простейший. Приборка очень интересно сделана, в первое время вообще люди с ума сходили от нее, как только появились у нас инсайты. Максимально космическая, если еще включить подсветку, сейчас не видно светло, все синенькое, скорость у нас выведена вот сюда, на отдельное табло. Здесь у нас тахометр, который показывает, на чем машина работает, то есть в каком режиме, или зарядки, либо электромотор у нас помогает бензиновому двигателю разгонять тачку. В общем, классно, классно до сих пор, при том, что машина уже там 15 практически лет по Владивостоку ездит, до сих пор многие прям залипают вот эту приборную панель. Очень классно. Вернемся к разговору о сегменте лифтбэков вообще. То есть машина внешне у нас видит не как хэтчбэк, то есть у нас удлиненный багажник, который открывается полностью, сидушки раскладываются, и вы получаете вот такой вот вместительный универсал, можно сказать. То есть практически универсал, который выглядит стильно в городском, то есть не будет у вас там, как многие сравнивают, с катафалками эти универсалы, грузовосками, овощевосками. Сильный городской автомобиль с большим вместительным багажником, пожалуйста. Разложили сидушки. Вот здесь нашему клиенту очень сильно повезло. Комплект неплохой резины на литье. Японцы оставили ему. По поведению на дороге вполне себе привычный. Управление такое же, как на Фите. База та же самая, как у Фита GP1. Первое поколение, которое вышло у нас на гибриде. Идет легко, машина разгоняется тоже. Более чем достаточно. Я не знаю, есть ли смысл вообще приобретать полторашку на этой базе. Шумки не хватает этой машины, как и в принципе в Фитах. Но для города более чем достаточно. Как и мощности. Ходовки сбитая, ровная, городская. Нам дороже, я думаю, будет жестковато. Вот, но... Опять же, это городская машина. Несмотря на то, что лифтбэк, и можно грузить туда все, что угодно. Снаряжение, доски, рассаду. Любите, если рассаду. Угрузите, пожалуйста, рассаду. Друзья, ну и самая актуальная информация, наверное, это цены. На 1,3 до рестайла вы начинаете от 450 тысяч рублей. Можно найти по самому низу рынка. Хотите рестайл? 1,3 500, 520 и в гору. Если вы хотите гоночный автомобиль на базе Honda Insight, берете полтора литра в комплектации эксклюзив, то старт цен на них от 550 тысяч рублей. Сравнивать с конкурентами в этом сегменте, ну, скорее всего, это Prius, потому что японцы сами позиционировали Honda в противостоянии именно к самому популярному гибридному автомобилю, к Prius. 20-й кузов сравнивают с ZE2 Insight, но, опять же, полноценную конкуренцию он не составляет. Все-таки Prius побольше, как покомфортнее, гибридная установка там уже посерьезнее, это полноценный гибрид, но, опять же, цена на них кусается. 20-й кузов, если заказывать сейчас, то около 600 тысяч рублей уже он стоит. Нравится Prius, нравится технология, нравится вообще кузов Liftback, не хватает немножко у вас по бюджету. Выбирайте Honda, машина реально достойная, люди смотрят, люди выбирают, ну, и сколько лет уже в этом кузове, даже выглядит, наверное, во многом посимпатичнее. Ну, не знаю, лично мне нравится, визуально Insight нравится больше, чем Prius. Решать, конечно, вам. Друзья, Insight перестали выпускать в 2014 году, но в 2018 возобновили выпуск модели в кузове ZE4, она уже идет в кузове седан, у нее полтора литровый бензиновый двигатель, гибридная установка 96 киловатт. Машины пока не проходные, в следующем году начнем их возить, обязательно снимем, обязательно разберемся, но пока визуально это что-то среднее между Honda Grace и Accord. Будет интересно, по-любому машина очень прям заслуживает внимания. Друзья, остались вопросы, пишите комментарии, пишите в директ, подписывайтесь на наш YouTube канал, оставайтесь с нами, впереди еще много интересных обзоров. Пока! Компания Сфера Кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сфера Кар Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.